На этой неделе 90-летний юбилей отметила Анна Ивановна Захарий, председатель общества бывших малолетних узников фашизма. На празднование дня рождения Анны Ивановны собрались не только родные и близкие, но и представители власти. Тему продолжат наши корреспонденты. Председатель общества бывших малолетних узников фашизма Анна Захарий – добрый отзывчивый человек. Она никогда не унывает. Каждый день она встречает с улыбкой. Я по натуре очень добрый человек. И, по-видимому, доброта – это спасает людей. Вот у меня нет такого человека, нет такого вот у меня негатива в груди, чтобы вот был, чтобы какой-то человек что-то, что-то. Вот у меня нет такого, вот 90-летняя, но у меня ни одного человека нет такого, чтобы я была недовольна. Её патриотизм, уважение к людям являются примером для нынешнего поколения. Анна Ивановна прошла нелёгкий жизненный путь. И, несмотря на возраст, по-прежнему в строю. Организует встречи с молодёжью, рассказывает о том, что пришлось пережить нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Анна Захарий попала в плен к немцам, когда ей было всего 15 лет. В товарных вагонах, таких же, как и она, увозили в неизвестность. Она находилась в лагере, где заключённые выполняли тяжёлые строительные работы. Очень трудно жилось, вспоминает Анна Ивановна. Хлеб мы с опилками ели, нам давали, баландой кормили. Так что и пухлые были, были такие, что и умирали. События прошлого просто так не сотрёшь из памяти. Заставляют грустить. Но в свой день рождения Анне Ивановне унывать не хотелось. Она, несмотря на все жизненные трудности, всё равно считает себя счастливой. Я благодарю судьбе, что я вот живу рядышком с детьми, с внуками, с правнуками, со всеми. Я самосчастливая. Со знаменательной датой юбиляршу поздравили глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Они адресовали имениннице немало тёплых слов, вручили памятные подарки и поздравления от президента России Владимира Путина. Поздравляю, мир и вам добра, всего самого доброго. Ещё поработать, поработать, а главное пожить в своё удовольствие. Сегодня Анна Захарий живёт по соседству с детьми и внуками, окружена заботой и вниманием родных. Свою юбилейную дату она отметила в кругу родственников и близких людей. Добрую атмосферу и хорошее настроение на праздники помог создать творческий коллектив городского Дома культуры «Вокальный ансамбль «Ветеран». Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».